Тесс Гэрритсон. «Выжить, чтобы умереть», читает актриса Алла Човжик. Мы называли его Икаром. Разумеется, на самом деле его звали по-другому, из своего детства, проведенного на ферме. Я вынес, что никогда нельзя давать имя животному, выбранному на убой. Вместо этого ты называешь его «свинья номер один» или «свинья номер два», и стараешься никогда не смотреть ему в глаза, чтобы даже мельком не заметить в них осознанности, индивидуальности или привязанности. Если скотина доверяет тебе, придется долго набираться смелости, чтобы перерезать ей горло. С Икаром все было совсем по-другому. Он вовсе не испытывал к нам доверия и вообще не подозревал о том, кто мы. Зато мы знали о нем очень многое. Нам было известно, что он живет на окраине Рима, в вилле на вершине холма, огородившись высоким забором. Что у него и его жены Лусей двое сыновей, восьми и десяти лет. Что, несмотря на несметное богатство, Икар предпочитает простую еду и местный ресторанчик Ланонна, где обедает почти каждую неделю по четвергам. А еще, что он чудовище. Именно по этой причине мы и приехали в Италию тем летом. Охота на чудовищ не для слабонервных. И не для тех, кого сдерживают банальные теории вроде права и государственных границ. В конце концов, чудовище никогда не играет по правилам. Значит, и нам это непозволительно. Конечно, если мы надеемся одержать верх. Однако, отказываясь от общепринятых норм поведения, ты сам рискуешь превратиться в чудовище. Именно так и случилось тем летом в Риме. Только тогда я этого не понял. Никто из нас этого не понял. А потом было уже поздно.